Друзья, всем огромный привет! Я по вам очень сильно соскучился И да, вы наверное уже многие знаете У меня есть новость, у меня родилась дочь Хочу сказать вам огромное спасибо от лица моей жены От себя, за то, что вы просто закидали нас Поздравлениями, пожеланиями Очень приятно, все отлично Еще раз всем огромное спасибо Да, действительно, 1 ноября я выложил видос, где сказал о том, что я немножечко прекращаю Свою часть в дневнике фаната Это в основном было связано с домашними матчами С выездными матчами Сами понимаете, у кого из детей это время занимает просто максимально И все права я отдал Василию Геннадьевичу Соответственно, с 1 ноября у нас не вышел ни один выпуск Я так вот захожу на ютуб канал Вот он, так вот смотрим, весь в пыли, понимаете Весь такой грязненький Так сегодня мы встряхнем чуть-чуть и выложим вам видос Новый год впереди, поэтому считайте, этот выпуск будет подарком от нас Нашей уважаемой братве, которая сейчас это смотрит Будет сегодня хороший выпуск, веселый Отличаться будет от всего того, что мы снимали Мы давно готовили этот выпуск В нашем инстаграме мы также вам говорили о новых форматах И новый формат сегодня, собственно, и подъехал вместе со мной Короче, братья, рад, рад снова быть в кадре Надеюсь, не растерял своих навыков Сегодня будет динамичная игровая история С мини-фуэмом Клубом Спартак И с Василием Пельменем Я теперь отец, поэтому папа вернулся И мы начинаем У Васи, ёбану Пацаны живые? Такое бывало Мордова, всем привет Конечно, было бы интересно посмотреть на то, как пельмени втаскивают Васю по лицу Но лично мне было бы на это интересно посмотреть Но мы за честную историю Поэтому сегодня мы эти две скалы Пельмени и Васю поставим между собой И они будут соревноваться друг против друга Знаете, играя во дворе в футбол То есть никогда вопрос не стоял, кто будет стоять на воротах Да, точнее, играть на воротах И есть такая истина, самый толстый на воротах Так уж получилось по жизни, что и пельмень играл в воротах в детстве И Вася, об этом тоже многие знают И мы, соответственно, придумали вот этот вот формат Сразиться, чтобы они сразились между собой И финишем всего этого будет удар по лицу Ставим сразу лайк Садимся поудобнее, завариваем чаек Ну и погнали Развлекательный контент, как вы, собственно, все и хотели Итак, братва, первое задание, короче У нас будет навес на жопу Соответственно, наказанием Мини-наказанием будет расстрел на жопу Либо пельмени, либо Васе Какие условия? Дается полторы минуты Мы все участвуем, соответственно, в этом челлендже так называемом Кто больше из них пропустит, соответственно, тот пройдет этот раунд и получает наказание Погнали Погнали Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, огромное спасибо нашим братишкам из Теннисе По ссылке в написании, как обычно, вы увидите заходу на комментарий, который дает, хотел сказать, короче, который дает огненный бонус при регистрации, промокод для них фанаты, короче, вы сами все знаете. Спасибо Теннисе, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушка болела за Спартак, потом папа и потом вот я Первый матч, который я смотрел, были только спартаковские, выбора у меня особо не было С детства это включается Ну вот, лет с 8-7, наверное Всегда как-то просто пошло по накатанным И потом еще предложили Дминьку пойти за Спартак и за Кукис С Минькой огненная история, на самом деле, потому что была вообще там еще давно Мы думали замутить похожую тему Жека Спирякова Кстати, у меня был мой друг Мы с ним вместе учились в универе, он начал делать на 40 канала И он, значит, делал это, что он там Футболист, когда он сыграл за знамя Как стать футболистом Да, в итоге Женя там сыграл официальный матч И я предложил ребятам из мини-футбольного клуба Говорю, давай, типа, я как фанат Спартака Сам играл в Миньку в детстве, типа, скинул Хорошо бы уходить на трене и, типа, попробовать нас заявить Естественно, я забил болт, ничего я не скинул Только время за походом за пивом И, короче, история переходит на Витю И я так говорю, блин, круто, типа Витя тоже болельщик Спартака Медийный чел и, короче, заигрывает в Спартак Скажи мне, это все была постанова или это реально? Постанова в формате Ну, что, типа, ты, якобы, действительно Тренировался там, серьезно? Или ты, правда, тренировался И по результату? По большому счету, то есть, ну, как бы, история Она утрирована в формате того, что Типа, он никогда не играл в мини-футболе Ну, это понятно, что да, было Но, тренировался ты по полной программе Я там единственный тренер, который пропускал И ты заомкал, и то я сразу сказал Сергей Валерьевич, главный тренер, что, типа Дайте мне там один-два раза в неделю Я чисто теоретически не смогу упадать Потому что мне нужен там на Амкал У меня там, как бы, подписаны тоже бумаги И я должен там быть на съемку в любом случае Он сказал, хорошо, типа, решил, что это просто То есть, друзья, кто еще не подписан Кому вообще интересно следить за вот этой Медийной футбольной историей Витя Блатов, наш местной чувак Подписывайтесь, все эти все оставим внизу Гоняет за Амкал, гоняет за Спартак С нами начал, уже первый ролик снял Поэтому все должно быть нормально Тебе удачи в Спартаке, удачи в твоей карьере Ну, а мы продолжаем выпуск ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! Слышь! 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 Давай, пробивай! Как я, блядь, это головой пил? Ворота пустые! Давай, как пустые? Давай! Короче, да, очень похоже на ничью. Вася придумал. В смысле? Голевая была! Ты видел, как он? Он не забил, это не считается. Короче, наказание здесь пропустим, потому что парни уже чуть-чуть задышали. Сергей Попова был. Надо было вместо блата около другого поставить. Ну ладно, переходим к четвертому заданию. Это солнышко вокруг мяча. Как это правильно сделать? Поняли, да? В мячика крутимся. Хотя сейчас 45 секунд, но, мне кажется, ничем бы хорошим это не закончилось. А бьем на кому? 20 секунд, выходите один на один. Вася, еще 5 секунд! Вася, еще 5! Давай, давай, выходи, выходи! Давай, давай, выходи! Давай, давай, выходи! Два, три Блин, балл можно зачитать За удар хотя бы, да, один балл точно Ну что, давай Витя Блатов Сейчас будет показывать мастерство Благодарям Такие же условия, 25 секунд Раз, два Вить, готов? Раз, два, три Давай, 20 есть, давай Пять кувырков Наказание этого конкурса было пять кувырков Вася проиграл, потому что мы засчитали Тем не менее один балл За удар Пять кувырочков, брат Погнали Ой, тяжело Дима, ну расскажи Какие тонкости и отличия в мини-футболе от большого Именно в моментах выхода один на один Ну, в отличие от большого клуббола здесь нельзя по ложному движению реагировать на мяч, на ногу соперника, когда он замахивается То есть даже если видно, что идет удар, нельзя падать Вот всегда надо оставаться на ногах, занимать как можно большую площадь ворот, сделать такое движение, крест называется, и постараться отбить мяч Ну, то есть, в принципе, грубо говоря, по центру ворот, если с угла острова, например, ведет вход, просто главное площадь ворот максимально Да, максимально большую, большую площадь ворот занять и попробовать отбить мяч Попробуем отбить мяч сейчас Попробуем, не отбивать не обязательно, но главное попробуем Ну, это выиграет один в один, мини-футболе вообще называется 1-0, поэтому 1-0, да? То есть, претензии к воротарю нет в таких голод, никогда практически Ну, если не завалился Да, как бы, если не в ближний, не завалюсь и нападающий хорошо исполнил, то, я думаю, там, воротарю не должно быть в силу Следующее задание нужно будет выйти один на один, соответственно, кто больше пропустит, выполняет наказание С нами участвует воротарь, ну, у кого будет спардак, поэтому, ладно, смотрим дальше Субтитры сделал DimaTorzok Клава, это за тебя! Клава, это за тебя, клава! Стромите, тромите, тромите! Вот это! Футбол не моё. Не попал. Вась, извини, Вась! Короче, наказание. Десяточку пресса. Какого пресса? Блин, такого обычного. Десятку пресса. А потом финальное наказание, и по ходу по щам Вася будет все-таки выхватывать. Типа ты хочешь, чтобы я похудел за межсезонье? Здравствуй. Ну всё в сло-мо добавить. Сло-мо-либо. Отличный животик. Ладно, есть. Друзья, пока выпуск у нас там продолжается, ребята при водичку отдыхают. Мы поберём с Васей и Вась. В общем, братван, многие знают Василия Пельменя. Погонял Пельмень, фамилия Комоцкий. Участник битвы за хайп. Чемпион мира по пощечинам. Чемпион мира по пощечину. Вот тут. Короче, Реган немного... Каменные лица. Каменные лица. Всё связанное с лицом. У Васи, как видите, лицо в полном порядке. Русское такое, хорошее. Здравый, Вась, ты вчера бил колобка. Как Вы знаете, колобок, так скажем, болельщик ССК. Тоже известная личность в узких кругах. Вчера у Вас был бой. Как скоро выйдет полный нацел? Я даже не знаю. Может, перед Новым Годом, может, что-то после Нового Года. Ну, все уже знают, что ты его побил. Да. В принципе, ни для кого не было. Четыре нокдауна есть. Поздравляем тебя. Василий вчера... В инстаграме показывает, что КБ против КС. В общем, победа КБ. В общем, победа КБ. Скажи мне, какие у тебя планы вообще на будущее? Что у тебя будет? Какие-то, может быть, еще соревнования в ближайшее время? Ну, не знаю, может, пощечинки будут. В Америку на пощечину звали, но пока тишина. А, кажется, там поляки зовут опять. Ты в Польшу ездил, да? В Польшу второй стал, да. В Польшу второй ездил. В Польшу второй ездил. То есть, они опять как бы зовут. Ну, не знаю, не будет у них турниров. У них на последнем турнире как бы печальная ситуация случилась. Как пощечинный человек попал в комнату и потом умер. Умер? Да. Обалдеть. У тебя были случаи в твоей карьере, что плохо было после? Ну, у меня уже были случаи, что мне было плохо. Ну, нормально как бы. Это секундный свет включили, выключили и нормально. Но там такой случай, не знаю, будут они после этого проводить или будет, неизвестно. Пач, ну, во-первых, ты болельщик Спартака. Да. Болеешь с детства за Спартак. У тебя, ты работаешь, так скажем, на огороде у себя, в городе. Да, на огороде, да. Своя ферма, да, правильно? Фермерская хозяйка. Фермерская хозяйка. Да. И у Васи есть обалденный комбайн. Кастом. Сейчас уже кастом. Кастомизированный комбайн разукрашен. Разукрасил цвета Спартака. Сделал граффити, да? На нем тебе, парни, сделал. Мы сейчас покажем фотографии его комбайна. Вот. Файеран. Да. Это тут как стадиончик, видите, и файеран. Ну, КБ. Что поедешь. Если вы хотите, чтобы мы как-нибудь доехали до Васи, пишите в комментах, покажем, как живет наш братишка, как вообще он там… Покатаемся на комбайне. Покатаемся на комбайне, сделаем какой-нибудь розыгрыш, наверное, да, Машнякский. И, в принципе, вы насладитесь этим видосом. Если не хотите, то ничего не пишите. Ничего не пишите. Дизлайки сейчас, тем более, не отображаются на ютубе. Хорошая тема, да? Ставим пальцы вверх. Блин, ну как? У нас, в принципе, всегда хорошо. Мы обожаем своих подписчиков, свою аудиторию. Спасибо вам. Может, только мясные или какие-то диеты? Да все смотрят. Есть, да. Конечно же, все смотрят и все об этом прекрасно знают. Вась, ну что, инстаграмчик мы оставляем. Кто не подписан, переходим на Васю, следим за его творчеством. Тебе удачи, брат. Держи, как говорится, лицо в тепле и в порядке. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Короче, челлендж от пацанов из АФК «Спартак». Навес с углового, черпачалка и следу нужно забить. Че, попасть не может? Да, я Васю убить хочу прям каждым ударом просто. Вася пропустил два, становится пельмень. Ну, если сейчас в этом задании, например, выигрывать, то все. В одну калитку Вася будет выходить по щам. Он надеет, что он все не затащит. Тебе умалит. Класс. 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 Ванга. Класс. Класс. Анга. Оооо! короче в очередной раз проиграл Вася наш король дорог Василий Геннадьевич наказание будет с пацанов они придумали это задание поэтому сейчас будут придумать наказание короче Вася берет за ноги перемене и тащит его в межсезонье он увесит ступать парни далеко я не справлюсь надо спортом заниматься больше не у них новые доказания играют это их наказание это их наказание в общем друзья по результату в принципе всех челленджей наш Вася проиграл пельменю поэтому сейчас большой пельмен будет маленькую пельменю наказывать почему я всегда проигрываю прыгаю со всяких тарзанок прыгаю в Самарскую Волгу вот я ни одного челленджа не выиграл придумайте пацаны челлендж чтобы я его выиграл в конце концов можно что братья закончились наше задание как в принципе в начале выпуска мы сняли постанову с и так все оказалось на самом деле ну что брать тяжело тебе будет? нормально я бы еще вторую так смог это мы сделаем спасибо огромное минифоренному клубу Спартак всем парнем парке ну что и самое теперь сладкое что мы могли придумать в этом выпуске это удар по щам от большого пельмени маленького хорошо что это еще такой тяжелый мяч ну Вася еще устал Вниз ну так? у них это шеи напрягай ну давай русского вы русского попробуй вырубить поля поляки с вами очень страшно рубим да? рубим? я думаю он бьет как детка хихихихих гузди я не Further да ничего а я улыбаюсь просто челюсть не вырез глаза не закрывай надо смотреть в телеки глаз и это он называет удар я возьму него реванш приеду к нему в сибирь на тракторе у него реванш возьму на комбайне комбайн и трактор это разные вещи зерноуборочные кухонные тоже разные вещи хух ну что давненько так не тренировался я думаю что вася наш тоже не тренировался очень братва если вам понравился данный формат пишите в комментариях обязательно пишите в комментариях потому что необычная история на самом деле огромное спасибо вас пельмень огромное спасибо пацанам из футбольного клуба спартак и спасибо нашим ратишкам эстенции которые опять-таки привлечь эту всю историю и помогли нам реализовать этот выпуск впереди новый год мы хотим вас искренне от всей души поздравить с наступающими праздниками будьте счастливы не знаете горя чтобы во все было хорошо соответственно мы будем стараться стараться что-то придумывать новое подобного рода если хотите видеть ролики на наших площадках пишите возможно мы сделаем новый канал и где будет выходить только вот такая вот игровая какая-то дурость будем снимать с нашими звездами которые болеют спартаки приколюхи всем спасибо за выпуск это был дневник фаната всех с наступающим новым годом подписываемся на все ссылки которые находятся в описании к этому выпуску переходим в наш инстаграм комментируем этот выпуск ставим лайки дизлайков то больше нет их просто не видно да они у нас никогда принципе не существовали нашем канале много говорю потому что соскучился по вам но опять-таки ходим на перерыв пишите в коментах если хотите подобного рода развлекуху мы снимем и в праздники новогодние в январе феврале это был дневник фаната всем огромное спасибо до встречи